МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Спортсмены, интеллектуалы и просто красавицы и красавцы в Чебоксарах выбрали миссы-мистеры студенчества России. О здравоохранении и демографии Дмитрий Медведев провел совещание с главами регионов по реализации нацпроектов. Улучшить жизнь, насколько возможно, в палеоактивное отделение Центральной столичной больницы поступило новое оборудование. С начала года в Чувашии снизилась стоимость овощей, мяса, птицы и других категорий продовольственных товаров. Сновую политику и социально важные вопросы обсудили сегодня на еженедельном заседании в правительстве Республики. В октябре в Чувашии отмечается низкий уровень цен на социально значимые продовольственные товары. По ценам на картофель Республика занимает первое место среди регионов России. Сыры – первое место среди регионов ПФО и второе место по стране. Несмотря на то, что цены по отдельным продуктам питания увеличились, например, на пшено, на рыбу, на хлеб, на муку пшеничную, но все равно сами цены остаются низкими в сравнении с ПФО и с Российской Федерацией. Связано это и с уровнем доходов жителей Республики, которое в сравнении с российскими регионами несколько меньше. Исправить ситуацию и в целом подтянуть экономику Республики призван проект индивидуального социально-экономического развития Чувашии. Михаил Игнатьев отметил сильные и слабые стороны Республики. В частности, в регионе создан благоприятный инвестиционный климат. Чуваша четыре года была в десятке лучших. В этом году заняла 11 место инвестиционного рейтинга России. Однако отсутствуют сверхприбыльные сегменты экономики. В ближайшие годы планируют создать целую сеть частных индустриальных парков, инжиниринговый центр по изготовлению спецоснатки для нужд оборонного комплекса, а также зону социально-экономического развития в городе Спутники. Касаясь уже непосредственно ресурсного обеспечения программы, вот 61 миллиард 529 миллионов рублей. Это уже Минэк в России согласовал, через Минпром прошел, на уровне правительства департамент сейчас обсуждается. Максимально нужно постараться для того, чтобы все те объекты, проекты, которые есть, должны у нас быть утверждены. Итого практически там у нас 194 мероприятия. От общей суммы всех денег 70% это направление на экономику. Напомню, что при разработке программы регион активно сотрудничал с федеральными министерствами. Предусмотрена реализация стимулирующих мер по ключевым отраслям. Их итогом должно стать улучшение качества жизни населения. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Строительство газопровода в Заволжье планируют начать в следующем году. Его общая протяженность 52 километра, из которых 31 пройдет по Чувашии и 21 по Республике Мариел. Напомним, на днях газификация Левбережья включена в инвест-программу «Газпрома». Профильные ведомства начали готовить проект на сметную документацию. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020-2021 годы. В первую очередь рассчитывают проложить межпоселковые газопроводы, благодаря чему доступ к голубому топливу получат почти 2500 домовладений. Пять котельных переведут на газ. А в целом по строительно-монтажным работам на три года это около 600 миллионов рублей. Это без газораспределительных станций, это без поселковых газопроводов. А вообще сумма, если смотреть средства «Газпрома» и средства, те, которые будут республикой для строительства внутрипоселковых сетей, это порядка, наверное, двух миллиардов рублей. То есть это по Республике Мариел, по Чувашской Республике. Ну и, соответственно, из этой суммы большая часть она идет на Чувашскую Республику. Строительство газопровода улучшит условия проживания жителей Заволжья. К тому же послужит рекреационному развитию территорий и, как следствие, развитию туристического кластера Чувашии. Такие задачи ставит президент России в рамках национальных проектов. Реализацию национальных проектов здравоохранения и демографии председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудил сегодня с главами регионов. В видеоконференции принял участие Михаил Игнатьев. Один из основных вопросов, которые обсудили на совещании – качественное оказание медицинской помощи. И в первую очередь восстановление сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе. В Чувашии за последние 7 лет построили 196 ФАПов. До конца года будут сданы еще 9. Всего на карте Чувашии более 500 ФАПов. Каждый третий из них капитально отремонтирован. ФАПы не только благоустроены и оснащены современным оборудованием, но и подключены к электронной медицинской сети. И ФАПы, и медицинские комплексы действительно играют ключевых ролей в нашей работе по повышению доступности медицинской помощи. И главы регионов должны сделать все необходимое, чтобы эти комплексы как можно быстрее появились и начали работать. В рамках поручения президента России модернизация первичного звена продолжится. Будут обновлены все поликлиники, в том числе детские, подразделения первичной помощи, сельские амбулатории и офисы врача общей практики. Что касается национального проекта «Демография», Чуваша участвует в реализации всех пяти федеральных проектов. Содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Старшее поколение, укрепление общественного здоровья, финансовая поддержка семей при рождении детей. Спорт – норма жизни. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. В палеоактивное отделение центральной городской больницы поступило новое оборудование. Как оно улучшает жизнь пациентов, расскажет Рифат Фаткулин. Сердечно-сосудистые заболевания, рак, тяжелые инсульты. У каждого пациента здесь неизлечимый диагноз. Но их боль можно облегчить. Вот этот называется насос для энтерального питания. Это аппарат, который помогает больных кормить тех, кто не может самостоятельно глотать. А этот аппарат врачи называют вертикализатор. Он помогает парализованному больному встать на ноги после инсульта. Ежегодно здесь получают лечение около 700 пациентов. В отделении рассчитано на 40 коек. Все койки заняты. Поступлением нового оборудования облегчилась работа обслуживающего персонала, медицинского персонала. Есть функциональные кровати, которые нам облегчают уход за пациентами, тяжелыми лежачими пациентами. Они регулируются. Головной конец, ножной конец этих кроватей. Есть у нас противопролежные матрасы, которые длительно лежачих больных профилактируют образование пролежни. Пациентам будут давать в пользование от кашливателя приборы для вывода мокроты и кислородные концентраторы на случай приступа астмы. На покупку оборудования из федерального бюджета было выделено 850 тысяч рублей. У нас прием ведет амбулаторный врач по палеотинно-медицинской помощи и на функциональной основе выезжает патронажная бригада по палеотинно-медицинской помощи. С прошлого года мы из федерального бюджета получаем оборудование, новое оборудование. И в этом году мы получили более 7 наименований оборудования в рамках национального проекта, регионального проекта «Старшее поколение». В этом году поступление нового оборудования в отделение палеотинно-терапии ожидается на сумму около 3 миллионов рублей. Если избавить от проблемы больного не получается, это вовсе не значит, что нельзя улучшить качество его жизни. И здесь за это борются каждый день. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика. Окружной спартакиадик от детских корпусов 4 года, но в Чувашии она проходила впервые. Проект, поддержанный полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым, показывает, насколько воспитанники готовы к защите Родины. К фразе «быстрее, выше, сильнее» можно добавить еще и точнее. Зрелищная борьба, сильнейшие эмоции, непростые испытания. Два дня кадеты боролись за звание лучших. В борьбе ребятам пригодилась не только сноровка и физическая подготовка, но и интеллектуальная смекалка и умение держать себя в руках. Иногда унять волнение оказывается сложнее, чем любые испытания. Самое сложное – это опять-таки настроить себя. То есть как ты себя настроишь, успокоишь себя, чтобы руки не дрожали. Ну и, соответственно, так и выступишь. Приехали мы за победой. Шесть команд сформированы из воспитанников кадетских классов. Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чуваши, Пермского края и Нижегородской области. Ребята приехали, чтобы показать свое мастерство подготовки и на других посмотреть. Особенно впечатлил гостей профессиональный тир со специальным освещением и автоматизированным оборудованием. Сразу после стрельбы спортсмен может увидеть свой результат. Ну да, тир является достойным примером, каким должен быть вообще тир. Потому что в нем очень много дорожек, много направлений. И он оборудован всеми передовыми технологиями, которые сейчас есть. Видно задор у ребят. Они хотят соревноваться. Нету такого прям негатива у команд, чтобы был просто дружеский дух соперничества, который должен присутствовать на каждом соревнованиях. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Серьезная профориентационная работа и патриотическая подготовка дает свои плоды. Юные кадеты справились с заданиями на отлично. Новые рекорды в соревнованиях по прыжкам в длину 298 сантиметров. И подтягивания на высокой перекладине 41 раз. Спартакиада еще раз продемонстрировала, что общественный патриотический проект кадетства, поддерживающий полномочным представителем президента Российской Федерации Перевозка в федеральном округе Игорем Анатольевичем Комаруевым, расширяет свои границы. Реально и эффективно способствует подготовке надежных защитников Отечества, настоящих патриотов России. Именно командная работа позволила пермским кадетам вырвать победу у соперников. Второе место заняли кадеты из Удмуртии, третий – представители Нижегородской области. В шаге от пьедестала почета наши бойцы. В копилке достижений ребят Чувашского кадетского корпуса первые места в плавании на 50 метров и в марш-броске. Третьи места в огневой подготовке, в прыжках в длину, с места комплексного тестирования в формате ГИА. Я думаю, что для нашего молодого кадетского корпуса, Чувашского кадетского корпуса, участие в таких соревнованиях показало, что наш кадетский корпус динамично развивается. И самый, наверное, зрелищный проект в рамках проекта кадетства – это спартакиада кадетских корпусов. Торжественная чинная церемония закрытия спартакиада завершилась маршем под музыкальное сопровождение военного оркестра. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Бахтиар Вильев, Республика. В Чебоксарах выбрали мисс и мистера студенчества. Престижный всероссийский конкурс красоты, интеллекта и творчества в столице республики прошел впервые. Право на высокие титулы и переходящую корону делегаты из более чем 20 регионов отстаивали на протяжении недели. Финальное испытание участникам предстояло пройти на сцене Дворца культуры ЧГУ на гала-концерте. Подробности у Дмитрия Ковалева. Чтобы узнать, кому же достанется корона, болельщикам пришлось запастись терпением. От каждого конкурсанта домашняя заготовка, а еще дефиле нарядов. Вот в образе стюардессы Полина Зиновьева из Чебоксар. Я выбрала образ стюардессы, потому что я люблю авиацию, потому что я люблю технику, учусь я на машиностроительном факультете. На что я смотрю? На артистичность, на осознанность своих действий, на подачу своего номера. Кто-то пытается завоевать высшие баллы вокалом, но большинство конкурсантов подготовили танцевальные номера. Участникам было необходимо презентовать и костюмы своего региона. Здесь оригинальности не было предела. Я представляю образ шамана, танец в стиле афрохауса. Шаман воскрешает, призывает к себе духов. Участников конкурса более 40, а с ними большая группа поддержки. Репетировать номера приходится не только за кулисами, но и фойе Дворца культуры. Право принимать финал престижного конкурса в прошлом году завоевали студенты Чувашского госуниверситета, которые и стали обладателями короны. Вуз уже называют кузницей победителей. В Чувашском госуниверситете учится сегодня не только МИС студенчества России 2018, но и МИС России 2018. Республика славна своими традициями, творческими традициями. Здесь на очень высоком уровне ежегодно проводятся все наши студенческие и творческие конкурсы. Здесь работает очень хорошая команда организаторов. Глава республики отметил, что подобные фестивали раскрывают потенциал молодежи. В рамках конкурсной программы студенты даже сажали сосны в Заволжье. А другие студенты, смотря на них, подтягиваются. Это дает возможность готовиться молодым людям к самореализации. Очередной финал конкурса красоты и интеллекта прошел на высоком уровне. Такую оценку дал Михаил Игнатьев. Главные титулы на этот раз завоевали студенты из Саратова. За нашими ребятами звание мистер творчества и мисс Грация. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика. Четвертый межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик» прошел в Чебоксарах. О самых интересных моментах Ольга Пырычкина. Формат межрегионального фестиваля «Семицветик» – это выступление коллективов на сцене. Однако до начала официальной части фойе Института культуры в Чебоксарах, что называется, интерактив, народные игры, а еще выставка. Мастерица Анна Цыганова из Мордовии плетет пояс для украшений или сёк. По прямому назначению его сейчас используют разве что фольклорные коллективы. Дети используют как пояски для своих джинсов, беспосабливаются. Смотрите, как фенечку можно, да, на самом деле, потому что, посмотрите, вполне интересно смотрится. Светлана из Нижегородской области представляет один из самых древних способов обработки шерсти – валяния. В валенках сейчас острей потребности нет, так что делают в основном игрушки. Терпение нужно, у меня свой кружок, у меня детки ходят, но терпения нам хватает, да. Морийцы привезли вышивку в технике роспись. Изделия наши соседи украшают ракушками каури. В древности они считались и берегами от злых сил. Алексей Носов из Кстова развлекает гостей игрой на балалайке. Говорит, что любит этот инструмент за простоту и веселость, а еще на нем можно сыграть что угодно. Есть такие ребята, которые возрождают балалайку и дают какие-то разные направления, открывают. В том числе играют рок-н-ролл, играют регги. У участников фестиваля «Семицветик» репертуар более традиционный. В ансамбле «Валенке» в переводе с Чувашского «Волынка» в основном любители. Те, кто после выхода на пенсию не смог сидеть дома. Пенсионеры, они любое время могут прийти. А рабочий человек не может, его сразу с работу не открутят или что. А пенсионеры, они всегда позвали, раз прибежали и все. Все участники получили дипломы. В следующий раз на «Семицветике» они встретятся через год. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Он защищал и оберегал чувашский народ и родную землю. Свято чтил традиции. Эта надпись выбита на памятники народному герою Чуваши Ахплату Турхану. На торжественном открытии мемориала в Урмарском районе побывала наша съемочная группа. В деревне Шахабылова об Ахплате Турхане знает каждый. Его именем здесь названа улица, а теперь появился и памятник. Ахплат Турхан на самом деле исторический персонаж. О нем говорится и в исторических преданиях, и в документах. И народных каких-то высказываниях и воспоминаниях в общественном сознании. И это был один из таких руководителей. Один из руководителей чувашского народа, народа проживающего, проживавшего на этой территории. Князь Ахплат жил в 16 веке, во времена Ивана Грозного. Он смог собрать войско, чтобы вернуть отобранные казанским ханом земли, чем заслужил уважение своего народа. По рассказам моей прабабушки, он был высоким, сильным, храбрым человеком. Он свято чтил народные традиции. Народ его очень уважал, ценил. Потому что он был опорой, гарантом здешних мест, здешних земель. Поэтому то, что мы сегодня открыли вот этот памятник, думаю, для нас это большая честь. Для увековечивания героя выбрали памятное место. Подошедший до нас легенде, именно здесь, на берегу озера, он был убит. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Валерий Редюков, Республика. Это все новости понедельника. Далее полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошая хозяйка знает, где и как выгодно наполнить холодильник свежей качественной едой. Елена Гаврилова часто готовит для своих любимые котлеты. Мясо покупают только здесь. И цены дешевле, и товар всегда свежий. Мы сегодня пришли за мясом. Выбор мяса здесь большой. И говядина есть, и куриное мясо есть, свинину очень большой выбор. Все, что нужно, можно купить в одном месте. Торговых площадок много, ассортимент большой. Приехала за свининой, заодно купила зелень, петрушку и укроп. На торговом комплексе «Хивежский» мне очень нравится покупать. Мясо, рыба и молочные продукты перед встречей с покупателем проходят жесткий контроль. Контролю качества продуктов питания на «Хивежском» уделяется особое внимание. Ежедневно ветеринарные врачи, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы осматривают входящую продукцию, отбирают пробы. И на основании исследования выдается экспертизный талон, где указано происхождение и сроки реализации продукции. У арендаторов проверяются документы на товар, ветеринарные сертификаты. Продукты подвергаются проверке не только на пригодность к употреблению, но даже на радиоактивность. Орехи, сладости, сухофрукты в развес покупать выгоднее. Не придется платить за фасовку и упаковку. От сетки до розетки, лампочки и сантехники здесь есть все для хозяйства. Бытовая химия – все для сада и дома. Кухонная, хозяйственная утварь. «Хивежский» – это современный торговый комплекс, где располагаются торговые павильоны с товарами первой необходимости и с удобной парковкой. Это оценили как покупатели, так и продавцы. «Мы уже тут четвертый год. Торговый комплекс «Хивежский». Чисто, аккуратно, доступные цены на аренду, парковка рядом». Осень – время обновить гардероб. На втором этаже можно одеться модно и сильно с минимальными затратами. Женская и мужская одежда, шапки, шарфы, обувь, аксессуары. Мягкая и корпусная мебель на любой вкус и кошелек также порадует чебоксарцев. Торговый комплекс «Хивежский» ждет вас за покупками.